восьмикратно приветствую всех меня зовут александр штанов осьминог бесконечности да и сегодня мы посмотрим видео вес ни кобуре кусочек буквально кусочек буквально маленький-маленький-маленький-маленький кусочек видео вот вот-вот-вот и этого вот человека посмотрим да это не посмотрим мы будем смотреть на меня буду загораживать этого великого человека, этого мыслителя. Ну, чтобы вы не видели, как слюни у него текут от произнесения имени Ницше. Поехали! Ммм, Ницше. Прекрасный выбор. Пафосный болезненный шизофреник, затиравший прожизненную энергию и силу духа, часть трудов которого, включая один из самых известных, волю к власти, накомпилировала и дописала его предприимчивая сестренка, которая, кстати, еще потом добивалась признания гения-брата среди нацистов. Неохота сейчас забивать хронометраж критикой Ницше? Оставлю лучше несколько хороших ссылочек на разбор этого попсового порожняка в описании. Фух, господи. Попсовый порожняк Ницше. Здравствуйте. Восьмикратно приветствую вас. Это то, что стоит обсудить, действительно. Вот этот момент просто практически все стримеры обошли стороной. Что Ницше это попсовый порожняк. Очень тесно связан с нацистами. Крайне тесно связан с нацистами, да. Сила духа. Это, конечно, часть философии Ницше. Прям в терминологии Ницше выразился товарищ Рудой. Ну, давайте, в общем-то, просто рассмотрим, кто такой Ницше. И почему этот голимый порожняк моден. Ну, начнем с того, что практически вся философия 20 века, вся континентальная философия 20 века, так или иначе завязана на творчестве Фридриха Ницше. Давайте докажем. Давайте попробуем доказать это утверждение. Ну, практически каждый второй философ 20 века, континентальной, конечно, направленности, написал книжку по Ницше. Непосредственно. Просто сам написал книжку по Ницше, да. То есть осмыслял его творчество. Хайдегер, да, два тома Ницше у него есть. Обсуждал он волю к власти в том числе. У постмодернистов, которые, ну, по сути-то, интерпретируют Ницше во многом, постмодернизм, он, по сути, вырос из интерпретации Ницше. Вот все, что сейчас искусство, постмодерн, так далее, так далее, так далее, люди, человечество во многом обязано всему этому Ницше. История 20 века, именно история культуры 20 века, ну, не знаю, кто даже больше повлиял, Маркс или Ницше, ну, просто вот так вот, это очень влиятельный философ Ницше. Это часть истории философии. Очень мощная часть истории философии, которую, ну, только тупой, необразованный гопник может называть галимым порожняком. Простите меня, пожалуйста, но называть Ницше, там, шизофреником, может быть, вспоминать о том, что он мочу из сапога пил, я не знаю, то же самое, что критиковать Маркса за то, что он был, в общем-то, не знаю, как бы это даже вам сказать, чтобы это было правильно, альфонсом Энгельсом, ну, вы понимаете, это не то. Не за это нужно критиковать Ницше. И Маркса, кстати, да. Маркс был сумасшедший, он был тупой, как бы, ну, вот так можно критиковать Маркса. Ну, я так не делаю, так никто не делает, по-моему. Вот это бы витон. То же самое и с Ницше. Ницше уважаемый, начитанный человек, ну, как минимум, это начитанный интеллектуальный человек, с чьими аргументами считаться стоит и с чьими аргументами считаются неонацисты, простите, неомарксисты, ну, просто нацисты и марксисты, одно и то же, по сути, шутка. Так вот, дело в том, что даже неомарксизм, ну, просто вынужден считаться с Ницше, просто потому, что Ницше стал фундаментом для вот этой вот культуры 20 века, с которой имеет место, с которой имеет дело неомарксизм. Ну, понятно, что Ницше отрицал Маркса по вполне понятным причинам. Ницше элитарист, Ницше за аристократию, Ницше, в общем-то, за сильных, а не за слабых, а марксизм, наоборот, за слабых, а не за сильных, получается, вот так вот. И вы знаете, в чем основная проблема вообще? Вот там была такая вот увязка Ницше, такая тонкая увязка Ницше, Ницше, и нацизма, якобы. Ну, я понимаю, к чему ведет, в общем-то, этот товарищ. Он ведет нас к тому, что Ницше, как бы, чуть ли не основатель идеологии нацизма внезапно, вот, понимаете? Интересно, там просто Ламброза в том же обвиняется, при том, что Ламброза был либералом в целом. Непонятно, непонятно, да, почему Ламброза вдруг внезапно стал нацистом, и почему Ницше вдруг тоже стал нацистом. Напомню, что у нас имеется партия, да, национал-социалистическая, которая выросла из рабочей партии Германии. Рабочая партия. Хм, а кто еще защищал рабочих? Я что-то вот не помню. Напомните мне, пожалуйста, Ницше защищал, может быть, рабочих? Хм, да нет, Ницше рабочих не защищал. Я знаю Маркса, Маркс защищал рабочих, по-моему, да. И коммунизм, и социализм, и все, что из этого выросло, ну, это как бы, вот, это для рабочих, это вот для защиты рабочих. То есть, первый пункт, в котором Ницше проигрывает Марксу в этой борьбе за основание национал-социализма, это фундаментальный пункт, как бы, вот он. Ницше не за рабочих, Маркс за рабочих. Для Ницше рабочие это, в общем-то, стадо, и к черту они ему не сдались. А для Маркса рабочие это, в общем-то, фундамент для будущего, в общем-то, коммунизма. Первый пункт. Завершили. Второй пункт. Национализм. Ну, с Марксом мы не будем сейчас иметь дело, потому что Маркс, в принципе, не националист в данном случае, это хорошо. Ну, и Ницше-то тоже не националист. Ницше критикует практически все народы. Все, 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 все нации он критикует. Ну, может быть, кроме евреев, наверное. Ну, и русских мало трогает. Ну, а немцев он критиковал. Как, в общем-то, Ницше, критикующий немецкую, в общем-то, культуру, немецкую народность, мог внезапно стать основанием, фундаментом для национал-социализма немецкого. У меня вопрос. Очевидный вопрос. Откуда? Откуда это может взяться? Нет такого. Да вы знаете, что Ницше, в отличие от какого-нибудь Достоевского, например, и большого огромного количества, подавляющего количества интеллектуалов той эпохи, и чуть-чуть раньше, чуть-чуть даже позже, он не был антисемитом даже. Он не был антисемитом. Он был за евреев. Ему казалось, что это действительно мудрый, хороший народ. Ну, конечно, он не поддерживал еврейскую религию в целом. Но с еврейством считался в положительном ключе при том. Увязывать Ницше с нацизмом, ну, господи, это то же самое, не знаю, что увязывать Карла Маркса с поддержкой каких-нибудь аристократических движений. Да, и при том, опять же, давайте-ка вспомним, что национализм-то строится на социалистическом фундаменте, а у Ницше антисоциалистическая философия изначально, аристократическая философия у Ницше. Вот так вот, вот так вот, вот так вот получается, что философия, национал, социализма противоположна философии Фридриха Ницше. Она имеет переклички с марксизмом. Нет, она не во всем похожа на философию марксизма, конечно, я здесь не говорю, что это абсолютное совпадение. Но по некоторым основным пунктам национал-социализм совпадает с проектом марксизма. Вот так вот получилось, да. И, скорее всего, Маркс был большим вдохновителем для Гитлера, чем Ницше. Ну, вот, к сожалению, это так. А, опять же, да, критика. Попсовый порожняк. Попсовый порожняк, да. Ну, это потрясающе, по-моему. Так просто вот опустить человека просто за то, что... Великого человека, безусловно, признанного человека. Собственно, одного из основных персонажей истории философии. Я бы даже сказал, что Ницше, именно Ницше, именно вот в период с Ницше совершился философский поворот. Философский поворот от классической философии, когда еще правил Гегель, например. Гегель и некоторые его последователи, вроде Маркса, к философии современности. Ницше — это человек, который стал, в общем-то, вот переходным звеном между двумя эпохами. И вот просто говорить, что это попсовый порожняк, ну, простите, это, по-моему, крайняя тупость. Это непозволительная тупость для человека, который пытается вести какие-то интеллектуальные беседы. И который говорит, что он левак, интеллектуальный левак, умный такой, прекрасный. На самом деле, вот, вот его лицо, вот. Я не тупой, я не тупой. Ницше порожняк. А доказательства, где что Ницше порожняк? А как же разобрать программу Ницше, может быть? Ну, именно раскритиковать, да так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, что Ницше реально порожняк. Ну, только вот не так, как ты разобрал видео Ежа Сармата, что было, ну, просто смешно. Ну, ладно, Ежа Сармат не такой популярный персонаж, как Ницше. Прочитать 12 томов произведения Ницше ты, Рудой, сможешь. Думаю. И провести хорошую критику ты вряд ли, конечно, сможешь, потому что, ну, ты не тупой же, чтобы Ницше критиковать. Ай. В общем, это детский сад. Детский лепит человека абсолютно глупого. Я не являюсь Ницше, но то же самое я бы сказал на подобную критику против Маркса. Например, если бы кто-то сказал, ну, Маркс борода в говне, и он просто был там, не знаю, сучкой Энгельса, и как бы, и все. Вся аргументация, да, то, что у Маркса было историческое значение высокое, то, что Маркс тоже повлиял на историю 20 века, мы это упустим, конечно. То, что у Маркса был очень большой философский проект, мы это тоже можем упустить. Просто назовем Маркса галимым, попсовым, порожняком. То, что он тоже попсовый, много всяких тупых левачков, но, опять же, мы просто будем следовать анти... Будем зеркалить, в общем, аргументы Рудова, да. Тупых, вонючих, мелких вот этих левачков, ушастых, вот таких вот, они вот такие ходят там, ух, ух, Маркс, Маркс. Это не аргументы Рудой, это просто не аргументы. Нельзя назвать мыслителя, признанного мыслителя, признанного многими мыслителя, без каких-либо аргументов, галимым порожняком. Вот-вот нельзя, вот просто это запрещено. Запрещено законом, понимаешь? Я бы расстреливал за такое в своем идеальном меритократическом государстве. Ладно, шуток было много, но, честно, высказывание о Ницше является в крайней степени некомпетентным. Абсолютно некомпетентным. Притом оно кажется крайне некомпетентным от человека, который требовал от всех критиков Маркса прочитать, во-первых, все тома Маркса, во-вторых, все тома всех марксистов, все книжки всех марксистов. И только тогда, и только тогда этот человек будет считаться достойным критиком марксизма. Сам же Рудой, видимо, Ницше не читал и просто обзывается на него галимым порожняком и шизофреником. Восьмикратно с вами прощаюсь. Желаю вам понимания и не будьте как Рудой, пожалуйста. Уважайте философское наследие, хоть в какой-нибудь степени, потому что это просто обнажает ваш уровень интеллекта. Если вы не можете осмыслить философское наследие, если вы не можете выявить роль того или иного человека в становлении культуры, ну не торопитесь в осуждениями, не обвиняйте там никого в нацизме, фашизме, Хайдеггеров, Ницше, всех вот этих вот персонажей. Это бессмысленно, это просто глупо. Восьмикратно с вами прощаюсь.